При поддержке фонда президентских грантов на территории округа реализуется проект «Доступный спорт для школьников». Более 50 детей и подростков познакомились с вольной борьбой и уже делают успехи в этом виде спорта. На открытые тренировки, куда пригласили родителей спортсменов, побывала и наша съемочная группа. Борец вольного стиля Мухаммад Юсуф Бахудурзада – один из сильнейших воспитанников спортклуба «Спарта». Под руководством Руслана Шагина спортсмен занимается четвертый год. В октябре Юсуф победил во всероссийском турнире по спортивной борьбе и борьбе на поясах. Разнообразие приемов и красотой мне нравится борьба. Терпение, стойкость и самое главное, что не падать духом. Хороший дух должен быть, чтобы побежать на соревнованиях. Тренер хороший, везет нас на соревнованиях всегда и тренировки всегда интересные проводит. Хорошие приемы показывает. Сегодня Юсуф уже сам делится опытом и показывает упражнения, которые позволят ребятам быть сильнее и улучшат их спортивные навыки. Тренировки в 15-м лицее проводят в рамках реализации проекта «Доступный спорт для школьников». По проекту фонда президентских грантов у нас все занятия абсолютно бесплатно проходят. Мы уже с 1 июля приступили к реализации данного проекта. Занятия проходили в Наташинском парке. И с сентября, как только мы оборудовали этот зал, также за счет грантовых средств, ребята начали полноценные тренировки. И уже старшая группа начала выступать на соревнованиях. Грант был на 1 миллион рублей. На этот грант мы смогли закупить оборудование, борцовский ковер, канаты, монтаж оборудования, очень много экипировки. Для повышения уровня спортивного мастерства борцы постоянно участвуют в соревнованиях. Сейчас готовятся к новогоднему турниру. Его проведут в Раменском. Борьба – это многосторонний вид спорта. В нее включены буквально все физические упражнения, какие в мире даже есть. Борец должен хорошо бегать, как короткие дистанции, так и длинные дистанции. Соответственно, прыгать, метать. Акробатика – большой спектр упражнений в Подмосковье. 46 школ, я имею в виду общеобразовательные школы, в которых есть борьба, проводятся уроки с элементами борьбы. Соответственно, учителя проходят курсы повышения квалификации. В Люберцах секция вольной борьбы работает только на базе 15-го лицея. Со следующего года к проекту «Доступный спорт для школьников» присоединятся еще два общеобразовательных учреждения. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.